Вот вспомните, вы все учились в школе. Кто недавно был в пятом классе? Поднимите руки. Вспомните, с какой темы у нас начиналось природоведение? Отмечка приходила. Ну, открыли, вот вспомните. Татьяна Галанина одна была в пятом классе. Вы очень недавно, да? Точно. Это был круговорот в этой природе. И мы тогда уже понимали, что это что-то нечто глобальное, масштабное. И что вот из-за этой воды, собственно, все и происходит. Но эта вода у нас так и осталась водой в природе. Когда она переходит в снег, лед, вода. Вот сейчас мы знаем, что это четвертое состояние есть. И, в принципе, нам надо было бы начинать медицину с того же самого. С круговорот воды, но уже не в природе, а в организме. Потому что не бывает отдельно взятых жидкостей. Не бывает. То есть все жидкости, это практически одно и то же. Они все из одного места начинаются, в одном месте заканчиваются. Они все текут. Они все каждую секунду перетекают и становятся то одной, то другой в жидкости. Они абсолютно различны по составу. Но это единый круговорот воды в организме человека. И если мы отдельно рассматриваем слезы, например, которые являются самой плотной жидкостью в организме, и когда мы плачем, они нас практически спасают от адреналина, и отдельно мочу, которая выделяется, то мы между ними ничего общего не находим. Но на самом деле это одна и та же вода. Просто у одной воды функция спасать нас от гормонов, а у другой воды функция спасать нас от сердца. Если мы думаем, что кровь и лимфа, это разные жидкости, они текут по разным магистралям, мы глубоко ошибаемся. Каждую минуту много литров крови становятся лимфой. И каждую минуту много литров лимфы становятся кровью. Они тут же перетекают в межклеточные пространства. Тут же перетекают в клетку и вытекают назад. В клетку они несут питательные вещества, и в клетки они забирают. Что такое спинномозговая жизнь? Это та же самая лимфа, но тщательнейшим образом очищенная от микробов, от бактерий, от всего, чтобы, не дай бог, ни один вирус, ни одна бактерия, ни один паразит не проник в головной мозг. То есть это многократно профильтрованная через лимфоузлы жидкость. И когда мы думаем, что, например, кишечный сок, это нечто там, ну какая-то водичка, ничего подобного, это та же самая лимфа, но только в ней растворены уже пищеварительные ферменты. Что такое слюна? Это тот же самый кишечный сок, в котором уже больше ферментов первого уровня действия, и в котором находятся мощнейшие бактерии цитные, потому что если в рот попало, мы кушаем все, что не приколочено, все, что двигается, булькает и переливается, пьем, поэтому если на пути не поставить мощнейший визоцинный заслон, то в наш организм будет проникать все. Что такое желудочный сок? Та же самая лимфа, но с высочайшей концентрацией кислот. Для чего? Вот именно для того, чтобы уничтожались бактерии, вирусы, глипки, чтобы уничтожались яйца, глип, именно за счет вот этой кислой среды. И плюс, чтобы переваривалась пища. То есть мы не можем рассматривать кровь, лимфу, слюну, там, я не знаю, семенную жидкость. Что такое семенная жидкость? Та же самая лимфа, но только с наличием продолжения, так сказать, рода с молекулами ДНК. Все едино, все едино. И мы не можем говорить о чистоте крови, если у нас будет грязная слюна. И не можем говорить о чистоте мочи, если у нас грязная кровь, грязная лимфа, и, допустим, кот не того качества, какой нужно. То есть все едино, все едино. И как же мы должны беречь твой организм, как же мы его должны беречь, чтобы понимать, что все жидкости, все жидкости надо очищать. Вот представьте себе ситуацию, вам говорят, а вы сколько раз в туалет ходите в день? Человек говорит, ну, сколько хочу, сколько и хожу. А кто-нибудь замерял когда-нибудь, сколько человек выделяет жидкость? Все замеряли, вот литра до полутора, при любой погоде. Холодно, жарко, тепло, не важно, полтора литра будь добр отдать. И если вместо полтора литра воды, которая должна промыть организм, нам поступают чай, компот, пиво, вообще мужчины пусть сразу не обижаются, они знают, что большой живот не от пива, а для пива, да? Я хотела. Но если через организм будет проходить три литра пива, то это должно быть три литра мочи. Или, так сказать, нарушая эти законы, мы нарушаем все. То есть, не употребляя в организме воду, полтора своих чистых литра, мы нарушаем спинномозговую жизнь, мы нарушаем кровь, мы нарушаем гелиостат лимфы, мы нарушаем слезы, то есть мы практически полностью меняем биосинизм своего организма. Никогда ничего в природе не было придумано специально для нас. Кто придумал кофе? Ну, растут какие-то кофейные лерна. Да, конечно, можно выпить чашечку кофе, никто не просит, но человеку по техническому заданию, так же как в машине, бензин предназначен на вода, и ничего больше. Меня очень часто спрашивают люди, а можно выпить литр чая или литр коралловой воды? Я говорю, можно, но в смысле? Вы должны выпить полтора литра воды, зачем вам чай? Зачем вам чайная забавка, зачем вам этот литр, который обладает определенными свойствами? Мы про что сейчас говорим? Про то, чтобы взбодриться или про то, чтобы очиститься? То есть мы должны четко совершенно понимать, кто не выпивает в свой литр полтора жидкости, тут, извините меня, вы иногда мочите фипсиколой, или тем, что близко к фипсиколе. И когда мы с вами будем говорить сейчас о крови, о лимфе, мы будем говорить уже не о воде, мы будем говорить о том, кто там живет. Кто живет? Эйкоциты, эритроциты, мы увидим их, мы посмотрим, как они выглядят, мы посмотрим, как они сражаются за нашу с вами жизнь. Все, что поступает в наш организм, растворяется в воде. Все бактерии, которые двигаются, они живут в этой воде, то есть она для них является домом родных. Если взять, то философ и выпушить, он умрет. Поэтому наша вода внутриклеточная, межклеточная является для него лучшим местом жизни. И поэтому мы первое, с чего должны начинать наше жизненное пространство, это усиление кругооборота жидкостей в нашем организме. И это принципиальная совершенно позиция.